Всем привет, с вами Мимик. Я решил записать концовку этой игры в этом прохождении. Я переиграл, посмотрел, что будет, если наши четыре героя без флис заполучат рамблер и какая концовка будет. Я решил, в принципе, показать этот отрывок вам. Давайте посмотрим. Все-таки надо было не просрать там КТЕ, когда мы дрались с Олсеном, когда я типа не захватил этот трамблер, и он все время у нас был в руках. Я, кстати, нажал кнопку типа сражаться с ним, но так нихрена не получилось, он просто нас типа оттолкнул и так же открыл дверь. Но я все равно перепройду момент, когда мы флис потеряли. Вот там нужно будет разобраться, потому что как-то получится, не убивая ее пройти тот момент, потому что у нас в руках, блин, ножик. Попробовать просто не бить ее? Ну, посмотрим, в общем. А то не хотелось бы проходить с момента, когда мы вообще, ну, убрались почти в самом начале этот ножик. Так, ну мы смотрим, что... Мы все-таки поставили, убежали. Военно нас не захапали, не расстреляли. Я взял, захвативший яхту. Думал, там золото. Он хотел золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Да. Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто... И помню, что видел. Просто... Как поверить в то, что я там видел-то? Да ладно, все они видели. Но это был не Алекс, а... Кто-то другой. Кольцо, ну, кстати, ему даст или нет? Он видел, как Алекс. Он смеялся надо мной. Че, и про Флист никто ничего не скажет вообще? А, нет, вот. Нашел вот. И тоже Флист же нету, получается. Вы хоть вообще знаете, куда ехать-то? И спасение вообще-то можно нажать этот. На корабле же сейчас есть вот эта рация. Вызовите на корабле, типа, вон чувака, который там про Шторм говорил. Которому Шторм спрашивали. Ну, снова же, это же, блин, Флист. Знало, как че нажать. В общем, особо ничего, концовка не меняется. Нашим ее, чтобы побега. А че, кстати, этот руководитель сейчас, хранитель скажет? Короче, разнообразием концовка не хлещет. Да? Где наш этот пацанчик? Вот и все. Конец игры. Свободный. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Впечатляет. Выжили почти все. Ну, почти. Угу. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. В решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знаете, мы встретимся. Короче, почти одно и то же, говорит. Это неизбежно. Концовка будет с военными, которые прилетят? Типа, здесь были люди, а то-то опа, никого нет. О, Типа, я свой не понял. А ты ж был там уже мертвый. О, курс изменен. То, что в роликах-то глючит. После того, как они сбежали из корабля, военные нашли урон меда. А че без пушек? Ни с того, ни с сего, эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак, а? А че в солнцезащитных типах очках нормально все видно, да, в темноте? Китаец, красава. О, да. А его даже и пропустить нельзя, ни че. Ни че, сэ. Блин, че-то жёстко. Я уже хочу поиграть в этот, Литл Хоуп. Ясно, короче, особо концовка ничего не меняется. Этот хранитель тоже особо ничего не говорит. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что будет вообще, как концовка изменится по сравнению с этой. Если все пять членов выживут. И что нам скажут снова. А пока, спасибо, кто посмотрел. И увидимся на новых видео.